Первая часть первого вечернего выпуска, наибольского выпуска инфоплатформы в центре объектива о возврате подоходного налога. Речь идет о возврате налога для компенсации процентов по ипотечным кредитам в квартальном разрезе с 1 января 2025 года. Это не превысит 750 тысяч драмов, что в долларах составляет 1900 долларов. Это решение кабинета министра в Республике Армения. Но вот сейчас, напомню, друзья, максимальная сумма составляет полтора миллиона драмов. Ну вот, если мы говорим о налогах, друзья, напомним, что с 1 января 2024 года 10% необходимо платить от той суммы, которую мы получаем за аренду жилья, за аренду гаражей, за аренду каких-то торговых площадей. И необходимо четко подчеркнуть, что, к сожалению, лишь 10-15% людей, которые сдают какие-то помещения, платят эти налоги. Это очень плохой результат. Несмотря на отчетность, которую мы слышим из ведомства Рустама Бадасяна, ситуация продолжает оставаться очень-очень плохой. И выплаты этих налогов на самом деле говорят о том, что какая-то часть, это 10-15% являются законопослушными, дисциплинированными. А остальным совершенно наплевать, будет ли страна усиливаться или нет. Но необходимо четко понимать, что какие инструменты, собственно, используют для того, чтобы заставить людей платить налоги. Достаточно ли инструментов у ведомства Рустама Бадасяна? Используют ли эти инструменты вовремя и в необходимом количестве? Или их используют только тогда, когда надо, соответственно, кого-то прижать к стенке? Я, честно говоря, сомневаюсь, что, например, у нас есть какая-то работа в городе Гюмри, потому что, по нашей информации, огромное количество нарушений именно в этом городе. Несомненно, каждый должен помнить, что порядочные люди бывают порядочными и при Роберте Хочаряне, и при Сержисархисяне, и при Пашняне. А непорядочные, они остаются непорядочными также при всех этих лидерах и руководителях страны. Другое дело, что непорядочных людей именно государство и государственные учреждения, институты должны заставить быть более законопослушными. И вот здесь возникает вопрос, осознает ли это ведомство Рустама Бадасяна и будет ли действительно делать выводы по итогам первого года после того, как этот налог был введен. Потому что вместо того, чтобы вводить новые налоги, сначала надо навести порядок с теми налогами, которые должны платить наши граждане, если они хотят, чтобы мы могли платить пенсии, зарплаты и зарплаты, например, тем же военным, которые защищают границы этого государства. Это была первая часть вечернего выпуска инфоплатформы в центре объектива. Продолжение следует...